У тебя дома есть мыльные пузыри и масло? Тогда ты можешь творить науку! Меня зовут Виктор. А меня Иван. И ты смотришь самое научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке». Команда исследователей из Кембриджского и Софийского университета в Болгарии предложили новый метод создания сложных трехмерных структур. Эксперименты команды ученых были весьма просты. Ученые постепенно замораживали мыльный раствор с каплями масла. При этом вещество внутренней поверхности капель переходило в фазу пластичных кристаллов, что вынуждало его принимать самые разные формы, от прожилок и треугольников до октаэдров и гексоэдров. Разморозив раствор, исследователи наблюдали возвращение капель масла в исходное состояние. Фаза пластичных кристаллов была открыта относительно недавно. Ну или почти недавно, всего каких-то лет 80 назад. И по сути представляет собой переходное состояние между жидкостью и твердым телом. Существует еще одно переходное состояние вещества — фаза жидких кристаллов. Ее применение широко известно. Для жидкокристаллического состояния характерна параллельная упорядоченность молекул в определенной области пространства, так называемом домене, в то время как домены ориентированы беспорядочно. В отличие от жидких, пластичные кристаллы имеют упорядоченные домены, однако молекулы внутри доменов расположены хаотично. Это приводит к низкой энтропии плавления пластических кристаллов. Другими словами, они легко меняют свою форму. По мнению исследователей, именно переход масла в состояние пластичных кристаллов и приводит к изменению формы его капель. При этом исследователи обнаружили, что регулируя размер капель масла, а также скорость понижения температуры, можно контролировать последовательность появления различных структур. Результат опытов команды позволяет понять процесс формообразования в неживой материи. Метод, предложенный английскими и болгарскими учеными, весьма прост и все же позволяет с высокой точностью контролировать процесс образования. Конечно, пока перспективы практического применения этого явления весьма туманны. Но кто знает, может совсем скоро у нас уже будут пластическо-кристаллические мониторы. А свои варианты использования пластических кристаллов пишите в комментариях. Там же можете предлагать свои новости науки. С вами был канал Чуть-чуть о науке. И помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. Подписывайся на наш канал, заходи в группу ВКонтакте, на Фейсбук, в Твиттер и можете создать свою группу в других соцсетях. Может быть, мы тоже на нее подпишемся. Пока. Свои варианты использования пластических комментариев предлагайте в комментарии. До свидания. До свидания. До свидания.